Недавно я сидела в телеграме и увидела это видео с абсолютно вопиющим случаем. Я приехала на консультацию, а что вы приехали? Блогершу с позором выгнали из люк-салона. Сейчас мы вызываем полицию, это полный аутизм. Где ограшивание стоит 50 тысяч рублей. Так доподили. И эту историю расфорсили все паблики. Не подходите как клиенту, понимаете, какая она философия? Она вызвала настоящую бурю в сообществе. У вас шикарная письма. Давайте разберемся, что же на самом деле произошло. А вы не задумывались, почему этого блогера не красит ее собственная мать? У вас шикарная письма. Потому что я как психолог сразу ее считала. Как страшно жить. Мне приходится вызывать в полицию очень часто, когда человек ведет себя вот так. То есть вы очень часто вызываете полицию? Просто, ребят, будьте осторожны. Блогеры атакуют. Всем хай! Произошел абсолютно вопиющий случай, о котором говорят буквально все паблики. Даже паблики, которые не связаны с бьюти-тематикой. Потому что в этой ситуации сюрреализм недостаточно емкое слово, чтобы показать все абсурдность происходящего. Я предоставлю вам все стороны конфликта. А вы после просмотра этого видео напишите, на чьей вы стороне клиентов или мастера. Потому что это хайп, самый настоящий. Давайте я посвящу вас в курс событий. Действующие лица. Лиса просто делает обзор. Королева. Баринова, владелица салона. Она же мастер и главное действующее лицо. Почему же я отказала данной девице, блогерши, в услуге? Первый момент. Это полный аутизм. Ольга Нечаева, блогер, которого выгнали из салона. Так доводили. Ни из-за чего. Я не сказала. Молотова, блогер, которая снимает трэш-салоны. Хотела записаться на услугу за 40 тысяч рублей. Мне отказали, потому что я, значит, не потребитель. Скандал разгорелся после того, как популярную блогершу Ольгу Нечаеву отказались принимать в салоне, когда она была записана на окрашивание. Послушаем сторону как блогерши, так и владелица салона. За что же довели девушку до истерики и почему ей отказали в услуге? Важный момент. Я с ее творчеством, к сожалению, не знаком. Я ничего про нее не могу сказать, поэтому у меня нет никакого-то вывода как о личности. Это к тому, что я абсолютно беспристрастна к данному персонажу. Начнем с Ольги и ее истории. Я приехала на консультацию. Ну, как обычно проходит консультация. Тебя, наверное, сажают в кресло. Человек стоит, смотрит тебе в глаза, общается конкретно с тобой. Там сидит какая-то девушка, ей моют голову. И в этот момент откуда-то сбоку мне прилетает... Ну и что, рассказывайте? Да, что рассказывать? Хозяйка этого места говорит мне. Ну, рассказывайте. А то вас же менеджер записывал. Кстати, а зачем вам вообще менеджер? Вы что, не можете сами записаться? Все дело, чтобы понимали, происходит ровно перед Новым Годом. Ну, то есть человек, который хотел покрасить перед Новым Годом в дорогом салоне, по-моему, абсолютно нормальная история. И ее записывает ее менеджер. У нас уже никак не сообщается. Мы ведем не входит в моем салоне. У нас никак не обходится. Девушки, у нас необычный салон. А по какой причине вы мне отказываете? По причине того, что у меня свой подход к работе с менеджером можно было бы не сказать. А зачем же я ехала к вам? Понятно, не имею. В чем ваш менеджер, а как вы работаете? Может быть, вас, ваш менеджер красить будет? Одна из причин, по которой ее не стали принимать, это то, что ее записал менеджер, а не самолично она записалась. Просто что? А знаете, почему? А я вам скажу. Потому что мы не работаем с менеджером. Мы контактируем с клиентом. А почему вы не могли об этом заранее сказать? А я зачем ехала пол Москвы к вам на консультацию? Красить кто будет в волос? Вы или ваш менеджер? А при чем здесь мой менеджер? Он меня записывал. Менеджер смотрит на вашу голову и говорит, как так можно ходить. А ну я напишу ее в банку. Вот так это было? Подскажите. Вот у меня глаза выглядели примерно так. Я не понимала, что делать. Я не понимала, то ли мне сразу вставать и уходить. На самом деле, наверное, наилучший вариант развить события был действительно встать и уйти. И я уверена, что очень много людей будет писать. Или, возможно, уже пишут девушки то, что какого хрена ты продолжила сидеть? Я согласна. Но не забывайте тот факт, что иногда люди имеют такое свойство, как охереть от ситуации. Я к вам приехала на консультацию. Тут происходит какая-то ерунда. И, конечно, у кого-то защитная реакция встать сразу, уйти. Но я бы просто реально тоже сломалась на этом моменте. И просто бы не понимала. Нужно какое-то время знать, чтобы прийти себя, знать себя в реальности. Да. Если вы не поняли, Ольгу не приняли только потому, что ее записал ее менеджер, а не она лично записывалась. И до этого она еще проронила фразу. Мне интересно было посмотреть, что это за фифа ко мне придет, которая записывается через менеджера. А ты как думала, что за фифы к тебе приезжают? Ну да, к тебе приезжают какие-то фифы, которые могут позволить себе покрасить бошку за такие деньги. Из того, что мне показалось очень странным в этом видео, ну, несмотря на то, что в нем странно, в принципе, все от самого начала до самого конца, в ситуации происходит момент, когда клиенту, который находится уже на приеме у мастера, моют голову. Всем очень нужно поуважать того, чьи услуги вам нужны, а вам не нужны услуги, нужны услуги вашему менеджеру. Я с удовольствием бы с ней познакомилась и ее показала. А при чем здесь мой менеджер? Присядь. Я пришла к вам? Ну, у меня занято свое время для того, чтобы вести переговоры также с менеджерами на запись. Вы знаете, куда вы пришли? Я вам тогда отказываю в консультации и в работе со мной. Я бы извинилась, но, конечно же, я не стану этого делать, потому что мне не за что извиняться. Но вам не кажется, что в салон вот с такими вот расценками, в общем-то, обычно люди ходят, у которых есть менеджеры, ассистенты, но, в принципе, это как-то складывается одно во второе. Почему у владельца так сильно подгорело от того, что к ней записываются через менеджера? Почему? Я не могу понять. Не всегда ваш менеджер может решить за вас какую-то проблему. Какую проблему? Это вы сейчас создаете проблему? Я приехала к вам на консультацию. Я приехала на консультацию? Я приехала. Так это же вы меня записали. Не я. А кто записал? Молюска. Ну, а вы почему записали? Ну, а почему вы тогда записали меня на консультацию, если мне отказано в консультации и в работе со мной? В чем проблема? Не, нет времени. Так это же ваша работа. Это ваша работа. Да что ли? Да, они нам опять справятся. Думают о работе. Ну, у меня записали на консультацию. Я приехала. Приехала вовремя. Приехала заранее. Приехала к себе с другого города причем? Я прилетела с другого города. Я пояснила, что вы не встали в салон. Я думаю, вам не откажут. Вам не откажут в других салон. Я выбрала время для того, чтобы прилететь в этот салон. Неправда. В смысле, неправда? Я вам не верю. Вы мне не писали. Да мне лично. Да какая разница, верите вы мне или нет? Я приехала вовремя. Вы по какой причине мне отказываете? Вы реалистично показывая, что вам не нужна моя алкоголь. Это каким образом я показала? Все. Знаете, я второй день сижу с этим видео. И я реально не могу понять, а в чем, собственно, проблема, если менеджер записал своего клиента администратору салона. Ну, то есть, как бы, получается, с одной стороны менеджера, с другой стороны администратор. И в чем, собственно, здесь проблема? Почему? Ей можно иметь администратора, который ведет ее учет, а менеджера, значит, иметь человеку нельзя и записываться в салоне. Это же как так? Ну, пусть тогда администратор красит. Нет, ну а что? Непонятно. Каким образом я зашла, села на диван? Вижу людей на сквозь. Так вы парикмахер или психолог? Я не понимаю, кем вы работаете. У меня твоя философия, она и психологическая. Зачем вы меня записали на консультацию, если вы мне отказали сразу, как только я зашла? Я закрашиваю еще одну. Я вас не возьму как клиента. Вы мне не подходите как клиенту. Понимаете, какая вы философия? Вы понимаете, что это просто свинское отношение, просто по отношению к людям? В каком месте? Потому что вы доверяете свои волосы, даже не уважаете, наверное, свои волосы. Да каким образом я не... Где я неуважительно к вам отнеслась? Во всем. Да где? Я вам даже ни слова не сказала, вы мне сразу начали. Говорите о том, что отказывайте мне в консультацию, потому что меня записал менеджер. Менеджер ваш должен был об этом сказать. Так какого черта моего менеджера никто не предупредил, что тут, извините, с порога кланяться надо? Если кто-то вдруг подумал, что у меня менеджер работает как-то неправильно, то вот прикрепляю переписку. Абсолютно адекватное общение, где мне записали, сказали, как проехать. Интересно то, что в первом сообщении и в переписке сразу видно, что пишет менеджер. В общем, итог первой ситуации. А это только начало такой. Помню, когда мне в последний раз так доводили, ни из-за чего я не сказала ни единого грубого слова. Посмотрим мнение мастера на сецецию. Простите, отвлекусь тут от работы, чтобы сказать. Уважаемые блогеры, вы чего же ревете-то? Скажите, что это за поветрие рыдать на камеру? Вы видите себя со стороны? Как вы некрасивы в этом? Не, вообще, что это за абьюз такой? Вы буквально довелись женщину до истерики. Она стоит и плачет, а вы тыкаете в нее в то, что она плачет некрасиво и поступает странно. Если из вашего салона люди уходят в таком настроении, то это не проблема блогеров. Ну да ладно, поехали дальше. Как мы знаем, что у любой монеты две стороны. Поэтому давайте посмотрим на обе стороны конфликта. Кто-то поддерживает мастера, кто-то поддерживает клиента. Мнения в интернете также разделились. Кто-то начал поддерживать мастера, кто-то клиента. Интересно, кому поддержки больше будет в моих комментах. По словам владелицы, все, кто на стороне девушки, выглядят так. Человек совершенно не понимал, куда он пришел. Ее же менеджер записывал. Собственно, слово владелица салона. Причин, по которым мастер отказала клиентке, достаточно много. Давайте же посмотрим топ-5 причин, почему отказ произошел. Первая причина. Почему же я отказала данной девице, блогерша, в услуге? Первый момент. Это полный аутизм. Это полный аутизм. Ну, я считаю, что здесь комментарии будут излишни, потому что, уверенно, вы сможете прокомментировать. И дать более емкую оценку данной ситуации на то, что мастер отказывает клиенту в услуге. И называют одной из причин аутизм. Интересно. Вторая причина. Девушки, у нас уже никак не сообщается. Мы ведем не подлик в мой инстаграм. У нас никак не обладают. Девушки, у нас необычный зал. Я понимаю, что каждый, знаете, делает то, что он делает, как ему хочется делать. Это все понятно. Но тут... Как бы человек действительно называет одной из основных причин, почему он не хочет заказать услугу этому человеку. Потому что а, человек фифа, б, ну, так вот они не работают, если ты не подписчик, если ты не преданный, видимо, фанат. Ну что, расскажите, пожалуйста, тех, кто обслуживается у данного человека. Но вдруг тут такие есть, я уверена, они найдутся. Вы действительно там фанючите за своим мастером по волосам? Третья причина. В шапке профиля у этой блогерши написано, что она актриса. Я могу сказать, хреновая актриса. Потому что я как психолог сразу ее считала. Топ-4. Наивные вот. Особенно хочется к вам обратиться. Наивные. Это про вас. С тонкой душевной организацией. Вы какую все там сторону-то принять хотите? Вы все... Какую справедливость это ищите? Какого видео вы от меня требуете? Я отказала, отказала человеку. И могу это делать без объяснения причин. Потому что я сразу раскусила ее с порога. Что она вот такая. Вот она чем занимается. И если я услугу оказала в итоге, она бы другой хайп придумала. Возможно, такой хайп, что ее потом бы другие топ-клористы якобы исправляли после Бариновой. Да я не исключаю. Потому что все ее поведение говорит, что она хайпажор. Морально подготовьтесь к тому, что вы сейчас услышите. Нет, я серьезно. Потому что это золото. Потому что если бы ей действительно была услуга нужна, она бы по-другому поступила. Она бы добилась своего, своей цели. Покраситься у Бариновой. Ведь она же так ждала. Вы знаете, я проанализировала страницу Ольги, которая первая пошла к этому мастеру. На предмет того, что, возможно, мастер была недовольна тем, что она узнала ее как какого-то обзорщика, который, возможно, там кого-то из ее знакомых задел. Но, знаете, на предмет такого варианта. Тогда бы мне в целом эта картина была бы хоть как-то понятна. Ну, потому что у нее была бы какая-то личная, персональная обиды на этого человека, когда он, возможно, кого-то обидел. Но, 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 я нашла аккаунт девушки, и она никакого отношения не имеет к проверкам в салон. Ну, типа, вообще. На самом деле ситуация просто пипец. У кого дела плохи, тот сейчас и строчит против меня всякие казусы. Бейте в мою сторону, бейте в мой панцирь. Я выдержу. Я вам всем отвечу. Если что, напоминаю, ответ будет такой или такой. Это интеллектуальный подход к каждому проекту. Индивидуальный подход. Но это только начало. После этого конфликта, который произошел между Ольгой и между Бариновой, очень пошел большой форс и фарс. И, естественно, несмотря на то, что Ольга не являлась блогером по проверке салонов, это как раз-таки максимально заинтересовало именно таких блогеров. И одна из них, которую зовут Молотова, пошла делать проверку. На ее канале просто не видео, а тоже золото, платина. Большинство материалов я взяла именно оттуда, естественно, с ее разрешения. Так уже казалось, что у нас есть общие знакомые. Поэтому я быстренько попросила меня связать с Молотовой, чтобы я смогла задать пару уточняющих вопросов. Покажу вам со своей стороны, со стороны переписки в видеоформате. Также с Молотовой, что же было на самом деле. И, возможно, вы временете на эту ситуацию еще глубже. Ну и плюс, с момента выхода видео на ее канале возникла такая ситуация, что мастер тоже там как бы навыкладывал много контента. Ее мы проанализируем. И посмотрим все-таки, что же там за конфликт-то такой. Кстати говоря, спойлер, действительно приедет полиция. И это, наверное, первое видео на моем канале, где мы с вами можем увидеть разбирательство, которое дошло вплоть до этого. Очень интересно на это посмотреть. Смотрите видео до конца. Обязательно подписывайтесь на меня, если еще не подписаны. И подписывайтесь на Молотова. Если что, все ссылки на социальные сети участников всего этого добра я вам оставлю в описании. Как все началось у Молотовой. Спойлер со скандала. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела к вам на консультацию записаться. Вы пришли сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, я с канала Роспозорнадзор. Вот рубрика у нас... Не имеете права снимать. Не имеете права снимать. Не имеете права снимать. 29 статья консультации. Не толкайте меня. Хотела пару вопросов вам. У нас есть тюка. Записывается. Вот примерно так и начинается весь этот контент. Что ж, давайте его разберем. А также послушаем, что скажет Молотова непосредственно для нашего канала. Я сейчас еще вспомнила такой момент. Она постоянно утверждает, что ее заказали. Что Молотова пришла, потому что ей за это заплатили, да, чтобы она пришла и сняла обзор на саму Наталью Баринову. Вот. Но дело в том, что вот можно прикрепить скрин. Я не была знакома с Ольгой Нечаевой до момента, как я уже сняла этот обзор и отметила ее. Вот с этого момента мы с ней познакомились. Вот. А, можно тогда уголок потребителей, книгу отзывов и предложений? До свидания. Нет, не до свидания. Дозвони полицию. Звони. А в уголке потребителей, книги отзывов и предложений не отказаны, правильно? Еще раз я говорю, я не буду вам ничего говорить. Почему? Вы не предъявили ни документа. Я ваш, я потребитель, я ваш клиент. По закону так. По закону это так. Вы пришли, вломились в мое пространство. Я спросила у Молотовой, что в целом она думает на тему ситуации Ольги, потому что, согласитесь, ну, человек, который не привык к тому, чтобы делать обзоры в салоне красоты, он будет явно к этому ко всему не готов. И истерика девушки мне действительно максимально понятна. Ну, потому что это реально жесть. Вы представляете, приходите в салон, хотите заплатить деньги, приходите перед новым годом на процедуру еще из другого города приехали, потому что, ну, не знаю, мастер вам понравился, да, где-то. И вас выгоняют и не объясняют причины. Ну, точнее, объяснили, но топ-5 причин мы с вами видели в начале. Например, аутизм. Я также четко понимаю, что люди все очень разные. Есть люди, которые, ну, очень тяжело переживают такие моменты, да, вот такое отношение, когда Ольгу довели до истерики, когда вот эти все последствия, когда вот эти все там сторисы записываются с унижениями, с каким-то, я не знаю, знаете, вот как будто бы у человека реально какая-то корона на голове. И я решила, что я хочу записаться на консультацию к данному мастеру и хочу задать ей пару вопросов по данной ситуации. Любая поддержка Оли вызывала такую реакцию. Вот она, не знаю, там чуть ли не перед зеркалом стоит и показывает свои гениталии. И такое, оказывается, тоже у блогеров практикуется. Мне абсолютно пофиг, кто и кому там свои гениталии показывает. Откровенно говоря, меня это вообще не волнует. Но я зашла в аккаунт Ольги, и я не увидела там ни одной фотографии гениталий в зеркало, о которых говорит барину. Да и, в общем-то, та самая социальная сеть, ее бы давно закрыла за такую демонстрацию. Поэтому не знаю, о чем говорит эта женщина, но, видимо, в какой-то момент она поняла, что тоже говорит уже какой-то лишак. Гениталии и такое, оказывается, тоже у блогеров практикуется. И просто перевела тему на то, что у блогеров, оказывается, такое практикуется. Да, действительно, это практикуется, ну, у какого-то процента блогеров. А я вам больше скажу о какого-то процента парикмахеров, мастеров, владельцев салонов красоты. И все такое, тоже, представляете, такое практикуется. Кто-то делает фотки, нюцы. На этом моменте на всякий случай я процитирую моего любимого исполнителя, себя. Ты хочешь директ мои нюцы? Но нету их даже во снах. Ну а когда другие мастера начали поддерживать Ольгу Баринову, выдала это. Вы эту логику улавливаете или нет? А эта блогерша еще и знаете, меня поддерживают топ-клористы, сходи покрасить у них, сходи, милая. Я ведь не возьму тебя после них. На всякий случай уточню, что я просто завидую, потому что я не смогу сходить к Бариновой. Я завидую только по этой причине. Все это сделается, никак иначе. Когда Молдо выложила в свой ютуб-канал, как раз таки она специализируется на треш-салонах, этот обзор на вот это потрясающее место, на потрясающую Баринову, то, естественно, в сторону Бариновой полетел некоторый хейт. И давайте посмотрим на реакцию на хейт. Ой, давайте расскажу вам еще смешный момент из этой ситуации. У нас есть внешняя камера, которая отслеживает парковку. И это, конечно, смешно. Это когда, знаете, блогер вышел такой с таким вот лицом, протирает камеру. В моей вселенной это выглядит так. Человек держал лицо в салоне, чтобы не разрыдаться, потому что попал в ситуацию, имя которой Сюр. Потом вышел на улицу и, конечно, у него накатило. В моей вселенной это выглядит примерно так. Вот это, конечно, да ничего мы не будем им показывать. Пусть они живут. Живут своей вот этой жизнью. Вот этой фальшивой, вот этой наигранной. Вот этой какой-то просто иллюзорной, что у них все хорошо. Там не все хорошо. Где-то глубоко не очень. Потому что такие истории, они просто говорят обо всем. Видимо, ее правда очень задело, что у человека менеджер. И вот эти вот утверждения, вот эта вот реакция очередной раз лично мне, ну, уже получается не только мне, потому что многие со мной солидарны, лишний раз доказывает, что ей очень важно быть, знаете, таким попом мира. Как будто бы вот она всем так очень нужна. Вот прям вот именно к ней хотели прийти, потому что она такая крутая, талантливая, популярная, да. И ее, значит, заказали. Она постоянно говорит о том, что она наймет себе личную охрану, поставит домофон, что-то еще. Лучше сделайте себе, наклейте режим работы, Наталья, и верните документы на их положенное место, если они имеются. Мы их назвали саранча. Вот просто они как саранча, вот жрут где-то там, вот они сидят, прям ждут, когда. Вот это смонтированное видео второй блогерши, это просто ржака. Да подзайдите ко мне в актуальное, посмотрите мою версию происходящую. Она провокатор, я все знаю, на ходе по салонам, и пытается, пытается что-то нарыть, но очень слабое, очень слабое. Как вы себя палите? Руками не надо меня трогать, пожалуйста, да? Спасибо. Знаете, что мне интересно? Вот почему иногда при нормальных исходных данных, ну, объективно, салон там нормально выглядит, и в принципе, это не та история, в которой мог бы быть конфликт, потому что изначально та ситуация, которая произошла с первой девушкой, эта девушка не является блогером-обзорщиком, это просто рандомная девушка, у которой много подписчиков, то есть она не имеет никакого отношения вообще ко всей этой истории. Я вообще не помню, когда мне в последний раз так доводили. И если бы салон по какой-то причине сам не начал разводить этот конфликт, этого конфликта бы не было. Ну, в целом, вообще, салон выглядит приятно. Просто удивительно, что такое отношение ужасное к людям. Какое отношение? Ну, смотрите, давайте так, давайте, давайте вообще... Вы даже не клиент, это салон. Ну, как же, потенциально я клиент. Почему вы так себя обозначили? Где это написано? Потому что я... В каком уголке потребителя написано, что вы потенциальный клиент? У меня 29-я статья консистенции. Наталкайте меня. А что случилось? Я просто хотела у вас спросить, вы... Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Вы сюда палец. Руками не надо меня трогать, пожалуйста. Спасибо. Где находятся сертификаты? Сейчас мы на полицию и будем договаривать присутствие полиции. Да, я слышала интересный эпизод, который в дальнейшем, конечно же, разлучается. Но смысл в том, что Молотова здесь закрывают в салоне. Ну, то есть, вы посмотрите, она же реально такая подходит и что-то там защёлкивает. Я понимаю, что эту дверь очень легко открыть. Она в колечном итоге её сама и откроет. Когда Молотова скажет, что хочу выйти на улицу, она откроет ей дверь и типа, да, бери, вали, уходи. Но сам факт того, что она действительно просто совершает это действие, мне кажется, выглядит как будто бы не супер правильно. Что думаете? Обсуждаем это всё. А вы и вы приходите. Так вы меня ограничиваете в свободе, правильно? Нет. Вы внедрились в моё пространство. Часное. Без разрешения. Моё пространство. Вы здесь снимаете незаконно. И вы будете отвечать сейчас. Уголовно? Кто вы? Ваш паспорт. Уголовно? Не уголовно, но они сами решат. А, понятно. Ну, я тогда подожду. Да, подождёте. Хорошо. Вам не кажется, что этого салона какая-то мутная схема работы? Ну, то есть, получается, через менеджера записываться по какой-то непонятной причине нельзя. С улицы тоже нельзя, если ты просто мимо проходил. То есть, получается, единственный вариант, когда можно записаться, это исключительно со своего личного аккаунта заранее в соцсетях, которые они указывают. Любых других вариантов нет. А если ты заходишь с улицы, то на тебя вешают клеймо какого-то психически неустойчивого человека, который представляет опасность и вызывает на тебя полицию, потому что не могут установить твою личность. А мне кажется, это как будто бы немного странно. Я просто с таким никогда не сталкивалась. А я вроде много раз в салоны ходила. Ужас. Страшно жить. На тему незаконности съёмки. И вот, к сожалению, люди зачастую не дочитывают эту статью, хотя в первом пункте всё прописано, что действительно нельзя публиковать видео с участием человека без его согласия. Но существует ряд пунктов, разрешающих законодательно публиковать право нарушения. Конкретно какие могут быть причины? Общественный интерес, например. Я думаю, что в данном случае обществу очень интересно, почему Наталья Баринова так грубо нарушает права. И вообще, кроме нарушения прав, ещё очень много всего. И оскорбления, и всё, что хотите. И далее. Съёмка происходит в общественных местах. То есть Наталья Баринова живёт в этот момент не своей частной жизнью. В этот момент она является сотрудником, лицом салона красоты. Она находится на работе. Я понимаю, что, возможно, кому-то это нравится или не нравится, да, но я с этим ничего поделать не могу. Если вы находитесь на рабочем месте, предположим, в том же, не знаю, магазине вы работаете, да, то я имею право зафиксировать право нарушения. Например, если я найду просрочку, я могу подойти к вам и потребовать утилизации этой просрочки. Здесь всё работает так же. Первый момент. Это полный аутизм. Вы сейчас оскорбляете меня. Аутизмом вы не оскорбляете, что я говорю, аутизмом. Это было метафорично. У меня сразу два вопроса. Подождите, но ведь её личных сторис был такой огромный оцент на то, что девушка запнулась. Я пришла в премиальный сikte, а запнулась. Я пришла в премиальный сikte, а запнулась. Я пришла в премиальный сikte, а запнулась. Слышите? Она пришла в премиальный салон отдохнуть. Если вы не поняли, что тут происходит, то вот Молотова запнулась. И педагог-психолог-парикмахер решила сделать модный видос. Если вы не поняли, где здесь оговорка, то она сказала «я пришла». Это раздутый хайп. Но я прямо сейчас вижу, что мастер тоже запнулась. Как это тогда можно прокомментировать? Это было метафорично. Это было метафорично. Ну мы опустим тот факт, что это было метафоричное оскорбление. На самом деле, конечно, это не оскорбление. И вам любой фонетический анализ скажет, что это метафора. Знаете, не всегда наличие каких-то умных слов, которые ты знаешь. Например, в данном случае метафора и фонатика. Они все между собой взаимосразаны. Потому что, например, метафора к фонетике вообще никакого отношения не имеет. Ну типа, вот прям вообще никакое. Это про разное. Я уверена, что все филологи, возможно, журналисты сейчас это подтвердят. Ну все, кто шарит. Фонетика, это про звуки. Ну просто все в нашей жизни метафора. Служи кучу. Какая у вас философия салона, если не секрет? Зайдите на сайт и узнаете. Нет, я на сайт не хочу, я хочу непосредственного человека, который имеет отношения. Я об этом сейчас не говорю. Жесть. Вопрос два. Ага. То есть даже нет справки, что это здоровый человек. Первый момент. Это полный аутизм. Тут она говорит, что... Это было метафорично. Это было метафорично. Сказала, что это аутизм, потому что это метафора. И любой подтвердит, что это была метафора. Но теперь она заявляет, что ей нужна справка. Так и все-таки это была метафора. То есть даже нет справки, что это здоровый человек. Или человек действительно ставит кому-то диаболезу, ну просто вот так сходу, потому что, ну, почему бы и нет. Потому что я как психолог сразу ее считала. Как страшно жить. Мне приходится вызывать полицию очень часто, когда человек ведет себя вот так. То есть вы очень часто вызываете полицию? Ладно. Спустя несколько мгновений получилось-таки добраться до уголка, который был почему-то заблокирован застойкой кассы. Я требую уголок потребителя. Я имею право законное. Кому мы будем отправлять досудебную претензию? В качестве чего? Вы дискриминируете людей по определенным классам. В чем? Вот, например, ваши слова были. Первый момент. Это полный аутизм. Потребителя. Да-да-да, я знаю, что я могу. Как мне к нему пробраться? Вы можете сейчас вот с этой стороны. А, нет, там касса, я не хочу. Я хочу пробраться, как-то цивильно. Я вам подвину кресло. Извините. А что смешного? Уголок потребителя, он для потребителя, правильно? Я пришла в премиальный салон отдохнуть. 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 Слышите? Она пришла в премиальный салон отдохнуть. Я не перестаю удивляться. Вот кажется, тебя уже нечем удивить, Наталья Александровна. Нет, еще есть чем. Насколько излилистые вот эти блогерские умы идут дальше. Ну, то есть, смотрите, видео, которое смонтировала в выгодной для себя форме первая блогерша, сейчас размещено на разных пабликах-миллионниках. Соответственно, это сделано для того, чтобы к тебе привлечь внимание. Это и есть причина, почему я до сих пор не прекращаю эту ситуацию обсуждать. Потому что новая подписота идет и ко мне, потому что они же не знали, что это за Наталья, что же за Баринова. Смотрите, здесь есть такая ситуация. У этой Натальи действительно выложена своя версия происходящего. Но ее версия происходящего это буквально видео, которое снимается ровно в тот же самый момент, как его снимает Барина. То есть, они буквально снимают друг друга, что вы можете наблюдать примерно все время. Так как я не хочу выкладывать сюда скриншоты из запрещенной социальной сети от этой Баринова, я выложу просто полностью все, что я смогла заскринить. То, что у нее было на тот момент, когда это видео еще не вышло, пока она там не успела все почистить. Что вы сами посмотрели, что было смонтировано не в ее сторону. Спойлер, там нет ничего. Там буквально просто она снимает со своего ракурса, периодически дает визительные комментарии серии. Ха-ха, ну ты на них посмотри. Ха-ха, вот это вот, конечно, они такие интересные. Это буквально все, что есть, но если вы заметите какие-то другие отличия, в целом у вас будет полная картина мира. Подписывайтесь в Телеграме, это видос является уже прямо сейчас. Как мы сейчас это все обстебем? И вот это ей и не понравилось. То есть, она стала ложать свои речи, она стала очень нервничать. То есть, любой мой позитив вызывал в ней непонятную реакцию. То есть, у нее расширяли зрачки, она как-то путалась в речи. Боже мой, какая сила вот этого все-таки юмора и положительной реакции. То есть, все сводите на юмор. И это спасет вас. Потому что с первой блогершей у меня вот не хватило. Я была затрахана работой. Реально дали человеку, да, время на консультацию. Она приходит вот такая. И правильно, что я отказала. Но моих вот немножко не хватило у него самобладания. Просто, понимаете, вот смотришь эти видосы и не понимаешь, что происходит вообще у них там. Потому что девушка абсолютно адекватна. Вы можете как угодно к ней относиться, но давайте исходить только исходя из того, что мы видим здесь на экране. Она абсолютно адекватно пытается задать вопросы, что-то для себя узнать. И сталкивается с какой-то просто откровенной чушью. Вы вломились. Вломилась? Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я на вас нападала или вы на меня бросались руками? Нет. А что случилось? Я просто хотела у вас спросить. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. У меня 29 статья консультации. Наталкайте меня. Внезапный вопрос про образование. А как у вас образование? Высшее имеется. Какое? Высшее имеется. А что, вас направленность интересует? Нет, просто интересно. Беседуем же. А у меня педагогическое. Педагогическое? Высшее. А. И психологическое. Круто. Ясно. Хотела записаться на услугу за 40 тысяч рублей. Мне отказали, потому что я, значит, не потребитель. Кстати, хотите посмотреть, за что такие цены? К шикарному проекту является отличный свет в салоне. Хорошая акустика, приятная музыка. Возможно, концептуальный стиль музыки, приятный бонус. Вентиляция, свежий воздух, приятный вкусный кофе. Но это грани этого бриллианта. Самый главный бриллиант – это руки мастера. Это его мозги и руки, подключенные к мозгам. Мне кажется, что Баринова боится быть, вы знаете, непризнанной. Вот непризнанным таким мастером. Видно, что ей очень хочется обратной позитивной реакции на ее поведение. И да, возможно, она ее получает от каких-то своих, скажем, фанатов, да, от какой-то своей аудитории, которая даже, кстати говоря, не до конца в курсе всего произошедшего, потому что Наталья везде затирает мое имя, чтобы никто не гуглил этот видеоролик с ней, чтобы никто не смотрел, как она себя ведет. Уважаемые новые подписчики, так как вас стало много, и вы очень активно, вы комментируете на публикации, я хочу вам сказать, что я не приемлю переход на личности. Удаляются все комментарии с фамилиями, именами и третьими лицами, которые как-то там в этом конфликте участвуют. Все удаляется. Поэтому никаких ссылок на YouTube, никаких ссылок на какие-то хайпажорные группы, у меня это табу, негативных комментариев не будет. Пусть они копятся там, где-то от меня подальше. Слушай, ты на вам тоже не веришь, что вы психолог, если честно? Да и не верьте, я вообще не должна этим заниматься. Не очень как-то покоюсь. Я же просто чувствую. Как она чувствует? Просто чувствую. Я бы могла посмеяться, но это настолько тупо, что могу только выдавить из себя ехидную смешку. А дальше вот вообще не смешно было. А? Меня родители, а вас кто? Меня родители, а вас кто? Простите, а что это за вопросы? У вас же и родители. А вы не задумывались, почему этого блогера не красит ее собственная мать? Это что за просто ПЗДЕЦ, мягкий знак, это что? Что это за вопросы? Это нормально такие вопросы вообще задавать? То есть даже мама родная не берется такую дочь красить. И вот эта прекраснейшая женщина постоянно говорит о том, что ее, значит, оскорбляют. Вот где, например, я оскорбила Наталью? Я даже не в курсе, понимаете, что я кого-то оскорбила. То, что я сказала свое мнение, ну, мне кажется, что действительно, ну, с таким отношением делать нечего. Просто в сфере вот как бы обслуживания, да, где люди должны быть здоровыми и счастливыми, уходя от вас. Да, я вот так вот выразила свое мнение. Ну, я не оскорбляла человека. Я не оскорбляла его по внешним признакам, по каким-то еще, да, не давала диагнозов. Ну, Наталья в салоне красоты успела оценить мой блонд, да, посмеяться над тем, что это не моя там сумочка вроде бы Шанель. Ну, и, в общем, говоря, наговорила она всякой ненужной всячины, которая демонстрирует ее воспитание, ее поведение. Не, ну, это, конечно, очень круто. Вы пришли в элитный салон, и нужно обязательно задавать вопрос такие сомнительного, неоднозначного характера. А кто выкрасил, усмехаться, просто лицо замазано стикером, поэтому вы не видите эти надменные ехидные улыбки. У вас окрашивание, скажите. Какое? Прекрасно. У меня нет окрашивания сейчас. Нет? Да. Я не тонировала волосы, я не тонировала волосы. Ребят, честно, я не знаю, что сказать, потому что, ну, вы сами все лените. Какие могут быть советы, если с вами такое случилось? Если вы оказались, не дай бог, в подобной ситуации, я бы вам очень советовала, вот если вы уже по факту, вот после того, как я это сказала, оказываетесь в подобной ситуации, старайтесь максимально сохранять спокойствие и не говорить лишнего, потому что все самые глупые вещи происходят, когда человек начинает говорить. Во-вторых, вы также уже узнали, что вы можете вести видеофиксацию, вы можете оперировать тем, что это доказательство того, что с вами происходит. Возможно, вы переживаете действительно в этот момент за свое здоровье, за свою жизнь, и вы имеете право на введение видеофиксации. Я в шоке. Будьте добры, пожалуйста, листа 4, ручку, я хочу вам оставить досудебную претензию в связи с отказом в обслуживании и нарушением моих прав. А вы ее рассмотрите в течение 10... А мы не можем этого сделать без полиции? Я не знаю, я так настолько кровать не знаю, как ваше. Полиция вам должна сказать, что вы должны это сделать? Мы выясним вашу личность, а потом все решим. Ну, я, к сожалению, могу точно время сказать. Пока все сидят и ждут полицию, в том числе мы с вами, я спросила, был ли хейт после ситуации, которая случилась? После выхода видео я не столкнулась с таковым хейтом, я наоборот столкнулась с большой поддержкой моей аудитории, аудитории Ольги. Но, к сожалению, аудитория Натальи, она не может в полном масштабе получить информацию об этом ролике. Потому что Наталья везде как бы стирает информацию о том, что этот ролик вышел, как меня зовут и вообще, да, где это все искать, на каких ресурсах. И при этом всем, кстати говоря, она сделала две публикации на своей страничке с моим участием. Человек, наверное, пять, которые какой-то негатив ко мне проявили, да, написали какую-то гадость. Причем, вы знаете, прям конкретные гадости пишут. Но я, опять же, этого не боюсь, потому что я знаю, что правда на нашей стороне. В данной ситуации правда на нашей стороне. Представляю вашему вниманию очередной этап максимального сюрреализма. Далее владельца салона нашла на улице какого-то прохожего. Честно, я не очень поняла контекст, что произошло, даже с объяснением. Но смысл в том, что какой-то реально прохожий мужчина зашел в салон, которого она просила выпроводить Молотову. Ну и мужчина начал. Девушка, вот у меня тут есть мясо, у меня тут есть цветы, давайте я вам цветы дам, а вы, типа, уйдете из салона. Ну, типа, это просто реально рандомный мужчина, абсолютно прохожий, я не знаю, я ничего не поняла. Возможно, с этим мужчиной что-то не так, но я смотрю на это, и у меня просто дурно, потому что я вообще не понимаю, что происходит. Как это, блядь. Девушка, скоро Новый год, зачем вы такие люди? Я знаю, что скоро Новый год, само нужно. Сейчас пойдет растынет. Давайте я цветы подарю, и вы уйдете отсюда. Вы бы хотели справедливости. Она просто зашла, сулит. Вы бы хотели справедливости, если бы грубо нарушались ваши права. Ну, перед Новым годом я бы не стал бы кипиш на воде, ну, серьезно. Ну, вообще, не важно. С этим как это? Зачем, зачем? Если честно, я не особо ощущаю вот это, знаете, новогоднее. Новогодний праздник? Да. Возьмите букет, возьмите букет. Спасибо большое. Мне не дочь. В общем, ребят, я до сих пор нахожусь около салона красоты, в надежде, что приедет полиция, но, видимо, они реально занимаются более важными делами, просто я не люблю это так оставлять. Прикол в том, что полиция приехала. Реально. Они реально приехали. Это просто ждем. Вот вызывают вас, да, на запрет съемки вместо... А они вызывали ли вы? Они вызывали на меня, а я что? Мне просто обещали, что меня как бы задерживают и выкинут из салона, то есть у меня есть это на видео. Что вот вы? Ну, вот девушки мне сказали, что вот сейчас... Что вы должны были убежать? Вы? Мы вас должны были убежать. Да, за видеосъемку. Это уголовная статья, типа... А в чем уголовная статья? Я не знаю. Это даже не административное правонарушение. Ничего. Это вообще разрешено. Я и говорю. Я в таком восторге. Я просто не описую в огромном восторге. Просто... И мой последний совет, который я просто не могу вам не дать. У меня есть такая возможность сейчас на канале Лисы. Это просто вам практически прокричать. Друзья, изучайте свои права. Приобретите себе печатные продукции. Или же посмотрите в интернете. Закон о защите прав потребителей. Конституция Российской Федерации. Если вы начнете интересоваться своими правами, вам будет гораздо легче. Я вам могу сказать так, что это несложно читается. Понять, возможно, какие-то пункты, что-то связать между собой тяжеловато. Но если вы этим заинтересуетесь, если вы в этом как-то покопаетесь, вам просто самим станет легче. И не будет так страшно, когда вы встретите Баринову. Если вы не поняли, полиция приехала и уехала, и это все потому, что снимать можно. А салон заперся и не открывал двери. В общем, ребят, как вы поняли, уже меня никто не выкинул из салона красоты. Я сама вышла оттуда ногами. Также видеосъемка за нее не предусматривается. Ни уголовное, ни административное наказание. Она не запрещена законами Российской Федерации. Вот и то, что говорила вот эта мастер. Я, конечно, извиняюсь, но мне приходится снимать дверь, потому что меня здесь явно не рада видеть. Вот. Ну, может быть, оно и к лучшему, да. Я не очень хотела бы обслуживаться вот в таком заведении и тратить баснословные деньги за, ну, вот такое отношение. Во! Просто хочу видеть лицо владельца салона в этом нет. Просто хочу. Это вообще разрешено. Кстати, Наталья сказала еще такой момент, что ее эти штрафы все не пугают. Я останусь при своем мнении. Не пугают? Ну, значит, платишь штрафы. Если вы нуждаетесь в услугах парикмахера, отвлекитесь от своих телефонов, отвлекитесь от своего чувства собственной значимости, от своей короны, непонятно откуда, прилипшей. Что ж, дорогие друзья, очень интересно узнать ваше мнение на всю эту ситуацию. Возможно, у вас есть какие-то советы, которые вы могли бы написать для мастера, советы, которые вы могли бы написать для посетительниц. Возможно, у вас даже есть у самих какие-то трэшовые истории. Тогда обязательно не стесняйтесь, пишите их в комментарии. Я обязательно все это почитаю и надеюсь, что ни у кого из нас с вами такого никогда не произойдет, потому что, ну, это, конечно, полный пипец. Не хотелось бы такого реально желать никому. Особенно никому, кто едет в другой город накануне Нового года, чтобы сделать себя красивой. Я считаю, что это просто отвратительно. У меня испортилось настроение из-за этой ситуации. И мне, блин, просто грустно от того, что девушка потратила не только деньги, но и время. И все это накануне, блин, Нового года. Отвратительно. Стыдоба. Вот все, что я вам хочу сказать. Подписывайтесь на мой канал, мы селеграм-паблик. Кстати, импишите внимание на то, что в этом видео я адекватная. Обычно у меня видео немножко другого формата. Всем бай! Недавно я была в салоне, куда ходят инстасанка. И сделаю на него обзор.